Здравствуйте. Вы хотите выучить английский, что предлагает наша организация. Для начала первый урок бесплатно, любому желающему. Дальше, если вы заинтересованы в сотрудничестве, то мы будем проводить уроки. Цена 300 рублей 40 минут. Причем, в чем наше отличие от конкурентов, мы сперва проводим, потом вы оплачиваете. То есть, здесь дают качественные знания, потому что преподают носители языка. Но выгода в чем, что они знают русский. То есть, вы сможете найти общий язык. А сверх того, нужно добавить, чтобы выучить язык, надо работать регулярно. То есть, хотя бы 3 месяца регулярных занятий вы достигнете прогресса. Но в идеале 6 месяцев, особенно если вы хотите сдавать TOEFL, IELTC и так далее. Далее, как выглядит, на чем основан метод обучения? Чай, кофе, как будет по-английски? Чай, кофе, тут даже нет сомнений, что вы ответите. Сперва, в общем, две тысячи простых слов. Чтобы запомнить слово, его надо повторить 15 раз. Что вы знаете 15 раз повторяли, то вы и знаете. Допустим, в школе нам рассказывали какую дату 15 раз, и вы их запомните. То есть, допустим, 1943. Кто? Событие, битва, курская слуга. Все знают, потому что повторялись выше 15 раз. Потом мы учим разговорник русско-английский. То есть, закажите сходу сейчас кофе в ресторане. Как вы скажете, I would like some coffee. Please. Просто, легко, но надо эту фразу выпалить сходу. Причем, не нужно создавать особого мудрствования. Что эффективно. Как автомат Калашникова. Надежно и просто. Четвертый, пятый месяц обучения мы будем учить более заумные слова. Работодатель, бизнес-план. Слова вроде такие простые, но если вы на собеседовании на английском забудете слово работодатель, то вы понимаете. Вам придется идти на следующее собеседование. В сумме за 6 месяцев вы здесь научитесь живому, разговорному, качественному английскому, а не той жалкому подобию, которое преподают в школах. Это не язык вообще. Вы думаете, если поставить в школьную учительнице любую английскую аудиозапись, она просто не успеет захватить. А в чем основа обучения это прослушивание аудиофайлов? Я называю это метод тещи. То есть, теща говорит дяде, взять, делай ремонт. Он не хочет, не хочет слушать всей душой. Но она ему говорит 15 раз за месяц, он сделает ремонт. Так же самое. То есть, надо слушать аудиофайлы, потому что в английском пишется одно, считается другое. Когда вы их слушаете, они вам заходят в память и вы их сходу применяете. Плюс вы видели, в английском пишется одно, считается другое. То есть, не факт, что зная письменный язык, человек будет владеть живым языком. И еще, чтобы хорошо владеть языком, считается, надо прочесть хотя бы тысячу страниц хорошей литературной прозы. Допустим, по-русски, прочитавшую Достоевского, вы будете хорошим собеседником и так далее. То в английском языке тоже. Надо читать классику, и у вас будет готовый словарный запас, нужные фразы и так далее. Всем заинтересованным можете добавить в ВКонтакте smartteacher197 и получите бесплатный демок дальше на ваше усмотрение. В любом случае, вы узнаете много хорошей, полезной информации. Если вы запутались в языках, обращайтесь сюда. Мы найдем способ быть вашей путеводной звездой в сторону изучения английских и новых возможностей в этом глобальном мире. Стоп.